Друзья, понедельник 20. Какой сегодня октября? Господи, по-моему, 27-е. В общем, конец октября на термометре плюс 20. Мы в Адыгее, Кубань, в Краснодаре. Сейчас пойдем договариваться с менеджментом о съемках, потом пойдем снимать. Сразу скажу, у нас очень много обзоров в планах. Будем снимать и сравнительный обзор по магазину, и новинки, и новогоднюю коллекцию. Я очень надеюсь, что здесь она уже выложена, потому что на прошлой неделе в Нижнем Новгороде, увы, ее еще не было в новой кнопке. Вот. Еще у нас в планах, как вы просили, подушки. Посмотрим выставку с диванами. Я думаю, наверное, уже прям наклевывается обзор. Прямо все диваны икеевские, как мы вам снимаем. По сериям, например, там, Хемнес, Бест и так далее. Вот. Прямо все диваны, чтобы не отдельно было по диванам, а такой обзор. Прогуляемся по Краснодарской Меге. Мы здесь не были ни разу. Это очередная Мега в нашей копилке. Хочу выйти немножечко на свет, показать вам. Вот. Мега. Вход в икеюшку. Еще часть Меги. Кстати, здесь же Леруа-шка. Обычно Икея и Леруа в разных частях базируются. Но вот уже не первый раз такое вижу. Где у меня Дима? А, Дима вот. Вот. Ну, в общем, все. Мы поскакали снимать. Где будут какие-то интересности, я буду для влога включать. Чего ты с камерой идешь? Кто говорил, что Самара по самой геморройной Икеи? Мы нашли лучше. Одна бюрократия. И все-всего боятся. Ну, зато мы с подписчицей познакомились. Подписчица привет, если ты нас смотришь. Светлана. Мы недавно с ней сфоткались. Сейчас я фото выложу. Надеем, сейчас все будет хорошо. Осталось в последней станции поговорить с охраной. Чтоб они к нам не подходили. Хоть и Икея Самара была самая такая для нас неизвестная, страшная. Икея Адыгея, наверное, у человека. Да, Икея Адыгея. Переплюнул Самару. К нам уже четвертый сотрудник. Да, да. Так, ну что, первый час съемок прошел успешно. Мы отсняли сравнение Икея с другими теми. Мне понравилось. Смотрите, здесь работают детские игровые зоны, хотя везде они, в принципе, закрыты. Сейчас Дима упакует технику, поставит заряжать камеру, а мы пойдем прогуляемся по Меге, подзарядимся пока и где-то покушаем. Возможно, заглянем в рестораны Киевски, но не обещают, потому что Дима, в принципе, не любят. Я там всегда нахожу, что поедет, потому что там есть рыбка. Вот, а Дима не всегда. Пойдем посмотрим Мегу, покажем вам. Ты все, поставил заряжаться? Зверь аппарат. Ну и надо. Опять? Мы же только в марте купили. Он еще грибами не обрелся. Да. Тогда надо девочек рекламу брать. Нет. Рассказывать про все подряд. Никакой рекламы. Вот, поэтому технику ты не будешь пока менять, а раз в полгода. Не до рост, наш каналчик. Ты молодец, ты копишь. Так, ну что, идем гулять? Бусики так нижние. Ну, бусики везде. Также же положение вот детского ряда. Аида, акула. Киаби в нижнем нет. Крокс в нижнем закрыли. Можно там весь батареечку не поставить. Сейчас. У нас тут некоторые мужчинки забыли. Одну батареечку в гостинице, другую батареечку в Саранске. Ну, их много. Ну да. Пока снимать, теперь с одной. Вот такого магазинчика нет. F-accessuaries. Леро сумки тоже у нас нет. Мы сегодня идти по плану прибрахнуть. Мне ничего не надо. Чуть и надо. Балахло. Какой? Пойдем полотенцем обернем. Ой, детский мир в непривычном месте, да? Да. В серединке где-то, да, в глубину. У, какой большой. Пойдем полотенцем обернемся. Такой крышкой, ну, и у нас ближний крыш. Красивая, да. Вот такого магазинчика нет. Непбаланс. Это не баланс. Это не один. Маскоты тоже нет у нас. Томас. Ну, отличается. В принципе, я уже заметила, что все медиа отличаются по количеству магазинчиков. Идем на футбор? Пойдем кушать. Кушать. Нем-нем. Зам-зам. Нем-нем. Зам-зам. Все. Все, у меня. Весь и дома твои оставили. Ой, смотри, какие штуки. Они еще и плавают. В этом покажем. Танцующий потолок каждые 30 минут. Прикольно. Оригинально. О, они еще и цвет меняют. Лихоран. Голый ковар. Нет, сюда на голову ковар не должен. О, литуаша какая. Емелья. Иначе свечем. Так, мы прошли. Мы третьими не прошли. Нату галерей не прошли до конца. И ту не прошли до конца. Вкусно-любов. Ну, кстати, очень много чего-то такого. Так, здоровый фастфуд. Натывали. Блины. Суку-салат. В общем, мы пошли искать еду. Что возьмем, потом покажем. Так, мы наткнулись вот на такой Ливан Хаус. Кто уже кушал, рассказывайте, как вам. Набрали всякого такого вот восточного Дима Шаурмана. Тарелочки. Овощи, мяско, прочего. Приятного аппетита. Сегодня у нас. Понедельник. Приятного аппетита. Так, ну что, пообедали, мы вкусно. Я прям от души рекомендую. Надеюсь, что если и жжете не будет у Димы, будет идеально, да? Ну, чуть-чуть вспомнили стекляк. Турцию, любимую. Маленький десертик. Показался милым. А, на мне микрофон есть. Все, Дима девается. Мы пошли снимать дальше новогоднюю коллекцию. Так, мы идем по второй части. Мей, держу. А я как держу? Ругается на меня. Все время ругается. Ну, когда люди научились. Манга. Что здесь еще? Попыдусь на пусть. Коллинз. Да, Дима. Путишь. Ты в чем сегодня? А не в виде в Самсунг. У нас Дима любит чистить. Он их коллекционирует. Но есть к этим их носит все. Мангуси. Я бы вот в Мангуси заглянула. Блин, это он что-то такой. Даже магазин не знаю. Марк Спенсер, Хендерсон. И киевские эти. Хектар. Хектар. Вон еще хектар. Ну, кстати, магазинчиков так дофига. И все работающие. Потому что в Нижнем очень много позакрывалось. В пандемии магазинов. И не открыв. Ну, вот. Полуэту, витут. То есть, в пандемии. Ну, да. В чем других. Друзья, главное помогать своему организму. Ищите мультик. Сейчас на меня хейтера долетят. Ого-го-го. Лак-репаблик. Слушайте, неплохая такая мягушка. Неплохая. Так, нам, наверное, на выход надо. Да, нам, на выход. Мы же идем на новогодочку снимать. Мы идем для вас новый год снимать. Тепло, светло, мучнику сайта. У нас новый год. И, на самом деле, коллекция интересная. Не пропустите обзор. Очень много всяких таких классных штучек. Именно дизайнерских интересных. Я даже не знаю, что быстрее выйдет наш влог или новогодний. Вот приедешь, ну что, сейчас первый монтировать? Не знаю. Влог или новогодний? Новогодний, конечно. Ну да, пока коллекция актуальна. Ты не спеша глюньте и тупо разберут просто и все. А бог окажется, что это после новогоднего. Ну, значит, после новогоднего. В общем, если в новогоднем после новогоднего, скорее всего, так и будет. Иди, смотрите. Идите, смотрите. Все, все, я отключаюсь. Но вот таких островков. Наш малый выпускать нельзя на базу, доничь, да? Весь лёгк забрался бы. Ты по дочкам не скучаешь? Нет, я ещё пока нет. Я ещё ещё в этом думать. А я уже скучаю. Иначе сопли опять кучу. И мы уедем обратно, да? Мы соберёмся, скажем, а ну нафиг поехали домой. А у нас ещё работать надо. Всем доброе утро. Мы решили оторваться немножко от работы, да? Ну, давайте немножко опять установим логическую цепочку событий. Мы всё-таки с Океи вернулись. Полуживые. Полуживые. И, к сожалению, мы не смогли из-за димыной халатности снять 4 обзора в Икея. А сняли 2. Да, я забыл с собой взять аккумуляторы, но... У меня есть повербанк был, но чтобы зарядить, нужно там 2-3 часа. Мы подумали, это не Кабельфо и уехали. В общем, Дмитрий Юрьевич нас вверг в доп. расходы. Ну, я... Это он любит. Поэтому мы... Где ты заказал-то? На зоне. Когда придут твои аккумуляторы? Иру числа. А поедем мы снимать 3 ноября. Надо заявку в Икея отправить, забыли. Как тебе дорога с Краснодара? Тайна. Вот у нас расстояние 160 с копейками. 168. Но мы ехали 3,5 часа. Без остановок. Мы ездим в Нижний Новгород, но у нас 280 километров. Примерно так же устаешь. Но расстояние маленькое. Но движение очень дикое. Я не знаю. Вроде сезон закончился. Одни фуры, все куда-то бегут. Я не понимаю. Ну нет, может быть, для нас это еще новое. Мы еще не привыкли к этой дороге. Нижний Новгород, Саранск, намного спокойнее. Но тебе, короче, дорога нелегко далась. Ну не то, что нелегко, но она очень догруженная. Опять же скажу, это у нас дорога через Новороссийск, Крымск. Да, Верхнебаканский. Да, мы вот по этой дороге ездили. Может быть, есть другая более спокойная дорога. Подписчики, скажите, пожалуйста. Мы поедем по другой дороге. Если она будет, может, где-то она есть, дорога подлиннейшая. Пускай будет она на 20, на 30 километров. Нет, не страшно. Но лишь бы она была менее загружена, свободно, возможно. К чему мы сейчас общаемся, информацию поднимаем. Я думаю, она актуальна будет не только нам, да? Что вот, ну, потому что тяжеловат. Реально, трафик тяжелый. Вчера весь день Дима монтировал. Я работала. Он даже из дома вчера не выходил. Я вечером сбежала прогуляться. Немножко заплуталась в этих квадратно-гнездовых улицах. И шагала аж 12 тысяч шагов. Но вернулась. Поэтому сейчас у нас просед по влогам. У нас сейчас, наверное, два дня будет пустоты. Здесь часть у нас выйдет теперь только сегодня вечером. А это у нас число... Сегодня 29 октября. Кстати, в Анапе 25 градусов, ребята, теплый. Но это... Завидуйте, ну, завидуйте последних два дня. А потом, получается, будет... Среда, дочерк, завтра дожди 20. Гроза. Дима надеется грозу на море застать. Тут гроза, она не сказана, что Диман, приезжай в это место, и она будет очень эпичная. Может быть, она будет... Вот, например, вот такая дымка и... Где-то погремит. Да, где-то погремит. Ну, надеюсь, она пойдет со стороны моря, гроза. И я надеюсь, вам эпичные фотографии сделаны. Но днем не получится. Да, да уже тут ночью. Тут ночью или вечером она вот. Очень красивый фотографий получается. Днем, к сожалению, гроза не получается. Красивая. А, вот здесь я вчера топала. Это институт связи. Ага. Тут все по бассивному, за колючей проволокой. Смотри, какой. Ну, вот там, смотри, вот. Ну, это военный. Да, я вот туда ходила, в Магнит. И теперь мы сейчас собрались, Татьяна Павловна... По вашему рекомендации. Да, по рекомендации в рыбный магазин на Юрасово. Нет, рыбозавод Юрасово на Чехово 67-67Х. Будем смотреть с таким ассортиментом. Я надеюсь, что там будет миди и креветочки. Я за барабульчкой. Барабульчка лучше бы скушаем в ресторане. Называется... Дельмара. Дельмара. Отель Старая Анапа. Мы там с нашими гуру общались. И Татьяна заказывала это блюдо, и говорит, очень душевно получается. Ну, прям, да, такая большая порция барабульки в районе 250 рублей. И дело, ты согласишься? Ну, да, если понимаешь, где вот это, допустим, мы приехали большой семьей, да, вот как мы обычно, дети, бабушка. Ну, тогда логично, да, то есть купить много барабульки, на всех нажарить. А здесь больше это возни будет, чем... Больше до пачка, чем сделать. Если будет там в кляре, с лимончиком, нет. Если это 200 рублей, сколько там по весу, не знаю. Но я наелась, мне хватило прям вот хорошо поучу. Ну, за 400 грамм точно. В общем, вот такие у нас будни, мы трудимся, работы много. Прям, даже, мне вчера уже затошнило от всего, я сбежала погулять. Дима, не знаю, как, как Дима выжил вообще не выходя вчера на улице, я не представляю. Вообще, надо график строить так, чтобы выходить, прогуляться, все-таки, да, и город Южный, и тепло, и вообще. Вот, все, мы погнали дальше. Информативного пока больше ничего. Пойдем, погаси покажем, наверное, да? Наверное, кстати, а мне написали несколько подписчиков, что они по нашему примеру собрались. Они на дистанционно-удаленной работе, собрались переехать сюда. Кто в ноябре, кто в декабре. Хорошо, если вы приедете в то время, пока мы еще будем находиться в Анапе, а давайте встретимся. Да, а у нас уже с несколькими подписчиками встреча запланирована. Мы девчонками ВКонтакте с Беребисью очень круто, я думаю. Ну да, конечно, ну пообщаться. Наши мысли, ваши мысли, на самом деле это интересно, это знакомство, это не вот что, да, через картинку знакомиться, кто там чего. Вообще-таки, я люблю такие вещи, это называется, знаешь, как умным словом, хочешь скажу? Ну давай. Нетворкинг. Ух ты, пух ты, муха полосатая. Почему же нет русского слова, все обязательно согреться. Ну короче, это общение. А не вот здесь вот где-то магазин? Нет. Ой, вот этот вот магазинчик, вот фирма, который мне понравился, он будет потом на обратном пути заехать. Так, все, я отключаюсь? Да, магазин теперь. Мы не стали смущать продавщицу. И купили мне без сопровождения, без видеосопровождения. Вот, мы купили мой любимый сарганчик. Причем, смотри, без хвоста. Да, тут он называется почему-то егла. Ну это егла, да. Но, настоящее название это саргана. Саргана, по-моему, называется. Вообще, это рыба-егла, так она называется. А сарган? Два названия у рыбы. Короче, это одно и то же. Дальше папины любимые креветочки. Они уже очень полуготовые, не полуготовые, они без лица, без тушки. Будем сегодня лакомство заниматься. Надо сейчас проще. Ну, хрустенько уплевать. А я купила себе попробовать вот такого горячего копчения Рапана. Циник адекватный. Сарган, без головы, без хвоста. 550 рублей, а 148 или 540, 550 рублей. В магазине нет, даже есть барабурка, но замороженная. Понятно, да, усложженная рыба-нет в магазине. Либо замороженная, либо копченая, либо соленая. Все, нам понравилось. Скажем, что в Крыму подороже будет цена на эту рыбу. Спасибо. Для себя я, главное, отметил уже чищенные креветки. Это я очень уважаю. Пойдем дальше кататься по городу. Так, ну что, с магазина мы вернулись. Рывка очень вкусная. Я зачем-то купила непонятное слово рапан. Попробовала, не поняла. Расскажите мне, что такое. Ну, я думаю, может быть, это какой-нибудь салатик при мастыре с помидорками. Вот посмотрите на этого молодого человека. Пырысь, пожалуйста, спинкой. Я говорю, муж, на улице тепло. Давай на часок сделаем перерыв от работы и сходим в сторону моря. Муж мне что сказал? Заодно и обзор запилим. Вот. Пришлось мне быстренько накладывать экспресс-макияж. Дима ржет, говорит, в камере все равно не видно. И мы идем снимать. Пойдем. Пойдем. Покажи, что у тебя ходит. Покажи мне. Я его сейчас в такие злачные места поведу. Где я вчера блуждала, плутала, нашла другие ходы-выходы. Я думаю, тебе там понравится? Ну, надеемся. Мы с собой взяли кучу техники. Вот даже прогуляться мы просто так не можем. Не, не можем. Вот это мы... Не, подожди, у нас это всегда так вот. Давай пойдем отдохнем. Давай. Да давай. В номер пошли. Нихуя. Пойдем обзор заперем. Пойдем. Идем. Кстати, вот эти вот... Вот эти вот... Вот эти вот... Вот эти вот... Листья очень колючие. Я человек пальцем... Попробуй. Нет, спасибо. Я люблю тебя. Идем мимо ресторанчика Брынза. Кстати, мы там так еще не поучили. Надо как-нибудь сходить рядом с домом-то, да? Он в одну линейку ходит с Дельмара. Поэтому, скорее всего, та же Барабуля, которая есть с Дельмара... Надо по-другому посмотреть в интернете. По-моему, то же самое. Или то же самое, тогда мы будем тут Барабуля кушать. Потому что до Дельмара нам... Целый километр. ...дешевле на машине не ехать. Ну, полтора тебе. В ресторане без вкусного фужера вина. Не интересный. Не интересный. Нет, вообще красивый ресторанчик такой. Смотри, какой. Кувшин. Так. Короче, идем мы сейчас на набережную. Снимать. Снимать обзоры для нашего второго канала. Ну, вы сейчас увидите, как мы сейчас развернем технику на берегу. Все это вы сейчас увидите. Не переживайте. Поэтому пока мы выключаем камеру и идем на место здесь локации.